Девушки отдыхают Ха-ха. Как фамилия? Ваша? Я не знаю. Вы же еще не говорили. Да ты у нас клоун. Куклачев? Лавров. А я сказал Куклачев. Значит, ху из ху мы примерно по отдельности разобрались. А вместе вы кто? Духи. Нет. Вы не духи. Вы еще запахи. А чтобы стать духами, мы сегодня эти запахи из вас будем выбивать. Как это? Давай, давай! Сильнее, давай! Собака, собака! Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Пропади моя тоска, вот он я, привет войска и перельсы поезда, как я попал сюда. Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке. Жизнь снаружи и с изнанки сам попробуй изучить. Для печали нет причин. Не просто быть собой, когда шагает строй. Только сердце птицы бьется и ликует и смеется. И ему не удается под конвоем петь груди. Знать бы, что там впереди. Где-то течет река, Где-то дом, где все ждут нас назад. Эта игру слегка, Просто ветер щекочет в глаза. КОНЕЦ Здравия желает, Ариш, литерат. Разрешите? Ну, в принципе. Здравия желаю, товарищ подполковник. Лейтенант Смольков. Вас вот не было, и я решил заглянуть. Любопытствуете? Да. Хорошая у вас часть. Да, часть действительно у нас хорошая. Я думаю, что будет скоро лучше в округе. А вы, я так понимаю, из штаба округа? Никак нет. Из училища по распределению. А тогда, какого ты у меня здесь в кабинете роешься? А ну-ка, бегом! Командир, участие. Есть. Студин. В общем, я думаю, Медведев и Гунько. А ты как? Не, ну, Медведев-то нормально. А вот Гунько, мне кажется, этот кумик еще. Что-то как-то... А тогда кто вместо него? Соколов. Соколов? Не, он какой-то не команд. Ну, почему? Он хороший солдат. Николаевич, ты что? А кто спорит? Солдат хороший. Но для сержанта такие качества нужны, чтобы хватка была. Тут такие бойцы нужны, чтобы люди слушались. А не только ты, когда контрольную в институт сдавать надо. Пф, Николаевич, ну, зачем ты сейчас вот это сказал? Ну, зачем? Да, е-мое, Соколов вам всю художественную самодеятельность поднял, если заметил. Он вам все выиграл. Потом он технически подкованный человек. Ладно. Соколов, Гунько. По кумеку еще. Товарищи солдаты, разрешите представить лейтенант Смольков. Прибыл к нам из академии. Говорят, закончил с отличием. Посмотрим. Свежая кровь, так сказать. Будет проходить службу во второй роте. Так что, как говорится, прошу любить и жаловать. И еще. Давай. Часть. Равняй. Верно. Приказом командира части за успехи в боевой и политической подготовке присвоить звание младшего сержанта следующим рядовым. Первая рота. Авдеев. Никоненко. Вторая рота. Медведев. Гунько. А ты боялся. Готовь проставку. Третья рота. Тебе-то за что? Герго. Ну-ка, разговорчики там. А также за отличную службу присвоить звание Ефрейтор. Рядовым. Гармильцеву. Егорову. Соколову. О. Соколу с облём прилетело. Сокол, ты у нас отличник, что ли? Коткину. Тише, что я тебе сказал. Кобанов едил. К Куркову. Вольно. Командиром взвода назначается лейтенант Смольков Валерий Геннадьевич. Командирами отделения назначаются младшие сержанты. Медведев и Гунько. Вопросы есть? Товарищ капитан, а кем Ефрейтор Соколов командовать будет? Ефрейтор Соколов никем командовать не будет. Ефрейтор такой же солдат, как и все. Просто отличный. Понятно. Я так и думал. Вопросы есть? Товарищ капитан, раньше у нас взводного не было. Раньше не было, но по штату положено. Ещё есть вопросы? Командуйте лейтенантом. Рота! Смирно! На плановые занятия разойтись! Ну что встали? Не слышали команду лейтенанта? Направо! На занятия шагом! Порш! Работайте! Слышишь, родной? Возле писсуара протри. Я там уже протирал. Я тебе не спрашиваю, протирал ты или нет. Я тебе просто говорю, протри. Зачем протирать два раза в одном месте? Не понимает. Дедушка скажет, будешь десять раз протирать. А меня бабушка воспитывала. Родной, зачем так говоришь? Ну-ка, встань. Встань, встань. Знаешь что? Проблемы? Это у нас кто? Рядовой Лавров. А что? Буреет рядовой Лавров. Ну, ты иди, я разберусь. Скоро совсем на голову сядут. Чего буреем-то? Так. Что за шум, товарищи солдаты? Вот, проводим горку туалета, товарищ лейтенант. Угу, угу. Понятно. Продолжай. Стоп. Почему руками? А чем? Шваброй. Так, мы всегда руками. Ну, это же не гигиенично. Человечество не зря же швабру придумало. Ну, швабра не получится так же чисто. Хм, конечно. Как это не получится? Ну-ка, давай, тряпку брось. Так. Вот так. Вот так. С небольшим нажимом. Движения легкие, размашистые. Вот так. Так. Ну, вообще-то он уже был трезвутый. Медведев! Пьете! Ёбаросы-то! Так, это у кого такая струя, а? Товарищ прапорщик, это целиком и полностью моя вина. Это у тебя, что ли, такая струя? Да это я шваброй. Ну, ясно, что не пиписькой. Медведев! Склеил, чтоб сейчас же. Понял? Так точно. Капец, блин! Лейтенант, тебе в коллектив надо вписываться, понимаешь? В коллектив! Не надо в писсуар-то вписываться! Не надо! Ты мне, блин, часто всю казарму нафиг разнесёшь! Сержант сказал, что он уже треснутый был. Да, он был треснутый. Три года назад был треснутый. Три года простоял, ещё бы три простоя, понятно? А знаешь, какой? Знаешь, какой срок вообще годности у писсуаров? Десять лет, понятно, а не три года. Десять! Я могу возместить. Деньги убери, я сказал, деньги убери! А если сейчас ко мне в туалет командир части зайдёт? Я что, ему твои деньги, что ли, показывать буду? Я тогда куплю, я завтра же куплю. Взять же куплю, ты купишь. Давай сюда деньги. Сам куплю. А то ты, блин, купишь, я знаю. Стой, Смольков. Ты, наверное, даже не знаешь, какие поусталу писсуары-то должны быть, да? Стоишь. Дай-ка ещё сотню. На всякий случай, вдруг подорожали. Сейчас жизнь дорогая. И поосторожней там ходи. Ужас, блин. Кто их выпускает? Лейтенанты, ё-моё. Ефрейтору. Ефрейтору побольше налей. У отличного бойца должен быть отличный аппетит. Кабанов, слушай, ты что, завидуешь, что ли? О чём мне завидовать? Чистые погоны, чистая совесть. Эй, ты хлеб отдай. Как тебя там? Папа Андреев. Папа Зогла. Вот так вот. А что за фамилия такая? Молдаванин, что ли? Ха, а где мама Зогла? В смысле? Ну, ты же папа Зогла. А где мама? Мама дома. Как они это едят? Ртом. Отделение, встать. Сесть. Встать. Сесть. Встать. Так, ну-ка, сели все быстро. Сели. Что происходит, Медведев? Да вот, товарищ Таша, прапорщик. Еда не нравится. Так мы аппетит нагуливаем. Так, кому еда не нравится? Ещё раз вопрос задаю. Кому еда не нравится? Нет, все едят, всем нравится. Давай, продолжай, Медведев. Встать. 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 Ну, чё, Куклачёв, нагулял аппетит? Нагулял. Тогда выходи, строится. Чё, тормозим, я не понял. Так мы ж только аппетит нагуляли. Это мы на ужин нагуляли. Строится. Мне доложили сегодня, что кое-кто из вас отказался сегодня от обеда. Стыдно! Стыдно! Вас кормит государство! Государство каждый день вас кормит! Ну, смешно, я рад. А вы отказываетесь. Сегодня от обеда оказались. А завтра откажетесь Родину защищать! Родину, которая вас кормит каждый день! И которую вы призваны просто защищать каждый день! Вот ты, например. Не слышу! Что? Представь себя! Рядовой Лавров. Рядовой Лавров. Почему не ел рядовой Лавров? Товарищ старший прапорщик, такой едой в деревне свиней кормят. Ты на что намекаешь? Тихо, Медведев. Тихо, тихо. Свиней говоришь, да? Так все смотрим на этот агрегат. Называется перекладина. Медведев! Ну-ка, покажи им пару фирменных. Быстро! Быстро, Медведев! Свиньи в деревне так могут? Не могут! Не могут! Правильно! Не могут! Не могут! Не могут! А вот в армии могут! Ясно? Потому что армейская пища это правильно сбалансированный рацион. Из белков, витаминов. Это тушенка, хлеб, чай, в конце концов. И так далее. Правильно! Так что запомните и намотайте себе на ус. Усы в армии носить нельзя. Что-то кто-то сказал, да? А? В военкомате сказали. Я спрошу, кто это сейчас сказал? Сейчас никто не говорил, а в военкомате говорили. Я спрошу, кто это сказал? Офицер в военкомате. Представься быстро! Папа Зоглу. Папу? Как? Папа Зоглу. А, ну тогда понятно. Все, все понятно. Так вот, Папа Зогла. Намотать на ус это такое выражение, да? Ну, метафора. Идиома. Кто? Кто сейчас что-то сказал? Идиома это фразеологическое сращение, некое неделимое лексическое словосочетание, значение которого не определяется значением отдельных, входящих в него слов. Фамилия? Нестеров. Нестеров. Нестеров и Папа Зоглу. Да. Да, ребята. Какие вы все разные. Папа Зогла. Ё-моё. Медведев, учи новобранцев. А я пошел. Равняйся. Смирно. Я тебе еще раз говорю, нету. Нету. Ё-моё. Да ладно, Данилыч, я же не для себя прошу-то. Ты русский язык, понимаешь? Говорю, тебе нету. Недавно последний в штаб отдал. Да ладно, Данилыч, чтобы у тебя не было, ты у нас самый, вон этот, самый запасливый. Не, ну у дураков тоже фантиков полно. И потом, на коне твои писсуары. У меня дома туалет личный, не общественный, вот с таким унитазом. Хошь, продам. Тьфу, ё-моё. Что ж теперь делать-то, а? Ждать? Заявку отправлю, через пару месяцев пришлют. Не хочешь ждать? Покупай за свои в городе. А вот я пойду и куплю. За свои. Крыса тыловая. Ведь у нас с вами общая цель это престиж российской армии. Так. Вот, например, я всего второй день в вашей роте, а уже заметил, что не всё в порядке. Имеет место безответственность и неисполнительность. Дежурный па... Нет, не так. Рота на выход или... Рота Смирна. Точно. Новенький, что ли? Нет. Рядовой по Пазогла. Ой. Ротный у себя. Так, солдат, почему не было команды? Да ладно, Николай, перестань. Новенький. Рядовой по Пазогла. Ещё пока не освоился. Ладно, ты мне вот что лучше скажи, капитан. Как новенький лейтенант себя чувствует? Ничего. Хорошо. Итак, именно такие основные направления реорганизации определил министр обороны Российской Федерации. Теперь остановимся на каждом пункте поподробнее. Рота Смирна. Товарищ подполковник. Вольно. Занимайтесь. Вольно. Мы с капитаном послушаем. Итак, первое. Реорганизация должна происходить изнутри. И у каждого солдата должна быть своя активная позиция. Товарищ лейтенант, а это формально входит в концептуализацию воинской повинности? Садись, Нестерова. Садись. Всем понятен вопрос Нестерова? Может быть, кто-нибудь сам хочет ответить? Товарищ подполковник. Нет, нет, нет. Мы, пожалуй, пойдём. Ну, продолжим. Ну, а вам как, лейтенант? Да неоднозначно. Говорит вроде всё правильно, но уж более неубедительно. Это вы по поводу голоса? Чё, дело такое. Голос-то мы потренируем. Ну, потренируй, потренируй. А то я чуть не заснул, честно. Не выспались? Чего ты спросил? Я говорю, не выспались. Так где ж тут выспишься-то, капитан? С молодой женой. Пока ночью, то сё. Тут уже и на службу вставать. Да, дело понятное. Ладно, полетел я. Дело по горло. Ну, давай, ты потренируй, потренируй. Это... Джельсамина. Ты чё, урны не видишь? Подними. Чё ты ищешь? Я сказал, подними, а не выбрось. Ну, колено гнул. Неси лопату, Куклачёв. Товарищ Ефрейдер! Соколов! Ё-моё! Ё! Ты чё, Соколов? Чё ты на Ефрейдера не отзываешься, а? Не привык ещё. Не привык ещё. Ты смотри, когда солдат был, нормальный человек ведь был. Как Ефрейдером стал просто... Ужас, блин. Так нельзя, Соколов. Благодетельцу ему даже спасибо не сказал. Какому благодетелю? А чё ты думаешь, тебе звание Ефрейдера так с неба, что ли, на тарелочку упало? Есть люди, так сказать, которые поспособствовали этому. Вы, что ли? Запомни, Соколов. Прапорщик Шматко своих людей беде не бросает. Он всегда содействует. Товарищ старший прапорщик, а можно как-нибудь обратно в рядовые? Почему это обратно-то? Чё, тебе Ефрейдер не нравится, что ли? Нормально, просто смеются все. То ли ты сержант недоделанный, то ли ты солдат переделанный. В общем, ни рыба, ни мясо. И рыба, и мясо, понял, Соколов? Запомни, они все тебе завидуют, понял? Завидуют каждый. Вот эти вот идут, смотри, как завидуют. О, блин, аж от зависть побежали. Что такое Ефрейдер? Я тебя спрошу, что такое Ефрейдер? Я не знаю. Ефрейдер, это отличный солдат, понимаешь? Отличный. Что такое прапорщик? Старший прапорщик. Это отличный мужик. Отличный прапорщик. Ну, логично. Логично. В город не хочешь съездить? Хочу, а когда? Да хоть сейчас прям. А ротный отпустит? Вот, блин, Соколов. Вот если бы ты был рядовым, да? Тебе не отпустили. А Ефрейдер всегда отпустят. Понял? Понял. Спасибо, товарищ старший прапорщик. Спасибо, на хлеб не дамажешь. Соколов, иди сюда. Этсона, надо в город съездить. Там кое-что купить по мелочам, понял? Так, бегом. Есть. От Ефрейдер беги, блин. Вот нога лететь должна. Отхожу. Разрешите, товарищ капитан. Что у тебя, Соколов? Увольнительный подписать. Давай. Разрешите идти? Гуляй. Подожди. Ты у нас Ефрейтор? Так точно. А почему погоны не перешил? Не успел, товарищ капитан. Переши и немедленно. Товарищ капитан, там мне это... Я созвонился, и... Мне там... А у меня тут. Так, давай сюда увольнительный. Выбиться на Ефрейтору? Я отдам Ефрейтору. Есть. Товарищ сержант Может хватит, а? Ты, Лавров, только о себе думаешь А ты подумай лучше, каково бычку будет здесь лежать Ты представь Приедут к моему родственнику, пачками Да что там пачками, блоками приедут Пролюют свои никотиновые слезы И подумают, что это за рядовой такой этот Лавров Который даже похоронить по-человечески не смог Так что давай, копай Уже немного осталось Спасибо, сержант Служу России Товарищ ефрейтор Разрешите войти Рядовой Кабанов, разрешите подшиться Ну не смешно Какие тут шутки Не хватало С ефрейтором шутки плохи Кабан, в самом деле, что прицепился? О, и тебя припахали Еще бы Ефрейтор покруче младшего сержанта Не видишь, человек опаздывает Я б тебе помог, сокол Но у тебя только два погона Этот окурок Пол жертвой В борьбе за здоровье рядового Лаврова И сегодня мы с вами Провожаем его в последний путь И надеемся, что он станет последним С кем случилась эта печальная участь Покойся с миром, бычок И пусть земля тебе прибудет фильтром Черты раскрыли, скорбим Давай, Лавров Прощальный залп Как? Что как? Воздух У меня оружия нет Ты что, до сих пор не понял Что главное оружие солдата Голова и руки? Ну? Путу! Давай, давай, еще Не жалей патронов Путу! Путу! Первыми прощаются родные и близкие Давай, дорогой Привет, баренька, прости меня Прости меня, родный заставил Погоны пришивать Тебя что? Тебя повысили? Ты кто теперь? Ты кто? Ну скажи, ты кто? Ну, не важно Ты сержант, да? Сержант? Да не, я эфрейдер Класс! Это главный сержант, да? Варя Ну ты хотя бы не издевайся Ну что я такого сказала? Ладно, не будем об этом Пойдем У нас всегда мало времени Ну, пошли Я тебе одно место покажу хорошее Подожди, сейчас Давай сначала только Мне надо в магазин заскочить Магазин? Ну да, там купить кое-что По мелочи Ну, пошли Пойдем Ребят Что же вы в казарме-то сидите? Так что, построили? Да нет На улице погода какая хорошая Посмотрите, солнце А солнце-то что? Витамин Д Который, между прочим Мог бы у вас сейчас вырабатываться В армии самое главное заболевание Это авитаминоз А авитаминоз? Так а вроде всегда в казарме сидели Ну, вы бы хоть поближе к окнам сели Все-таки полезнее? А? Вот, кстати Кровати у вас неправильно стоят Надо бы переставить поближе к окнам Это приказ? Ну, в принципе Да Приказ Так Встали Ну что Сейчас будем двигать кровати А где сержанты? Два чая, два пирожка и... Две сметаны? Все вчерашнее Что, и чай? Чай вообще в прошлом году Последний раз завозили Садитесь Спасибо Эх, Медведь Все-таки классно быть сержантом Не жизнь, а лафа Ну, что классного-то? Крайне быть лафа Ну, вот Это что, есть помелче? Да Стошна просил в казарму Слушай, смешной такой У вас там что, все такое? Да нет Это финский Я ж последний забрал Ну, ты что, Кусь Ты бы хоть Я не знаю, сумку купил Да Да Спешил я Некогда было искать Ну, куда мы теперь с ним пойдем? А что? Ну, я не знаю Я же его в магазине купил А не в туалете украл Пошли Хороший Мих Ты еще сержантом не успел стать А уже буреешь В смысле? В смысле Я про Лаврова Что ты так не у меня ровно дышишь? Дышишь с утра до ночи Бурзый он какой-то Да ладно, Бурзый Себя вспомни В том-то и дело, что помню Так Вот вы где Чай пьете Пеляши едите Я вам последний раз говорю Нельзя сюда с этим Да ну почему? Нечего из приличного заведения Туалет устраивать Но мы же не собираемся им пользоваться Еще чего не хватало Все равно нельзя Это не гигиенично Да он новый Я его только что в магазине купил Во-первых, на нем не написано А во-вторых, все равно аппетит отбивает Ладно, Кустев, пошли Пойдем Ну что такое? Погуляем Погуляем Кино нас тоже не пустят С этим А вы знаете, чем занимается сейчас ваш личный состав? Распорядку сейчас свободное время Свободное время? А ваш личный состав, между прочим, сейчас двигает кровати Так встали, марш быстро в казарму Ну сейчас мы доедим и пойдем Потом доедите Сержанты должны руководить личным составом Так что, быстро встали и пошли Так мы доедим и поруководим Вы не слышали, что я сказал? Встать, смирно! Товарищ лейтенант А в столовой команда смирно не отдается Быстро в казарму Эй, 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 эй А кто платить-то будет? А что платить-то? Мы ничего не ели Сколько они должны? Двадцать два рубля Вы еще здесь? А что-то я раньше-то вас не видела Лейтенант Смольков Из военного училища Прибыл, так сказать, для прохождения Да? Так сказать Ну будете проходить, не проходите мимо, лейтенант Смольков Ну, в принципе Да, хорош тебе увольнение старшина выбил В кафе посидели, в кино сходили Лай, ну кто же знал, что эта штука на всех так действует? Слышал, живый, дай попользоваться Пиво потимает А ты че хихикаешь? Нет, я не знаю, как тебе, но мне-то она точно не нужна Ну, прапор Это че за фигня, Соколов? А? Это финский? Ты че, человеческий не мог, что ли, купить? Соколов Так это И этот последний был Других не было Че ж ты такое-то, Соколов? Что это за цветочки? Что это за детский цар? Давай сдачу Э-э-э Чего? Это ж финский Мы мне еще 70 рублей должны Соколов Ты знаешь, ты вот как досал Датом был, ты ведь отличный был Отличный человек Как и фретром стал, так совсем Иди Пошел на... На пост Ну? Рота, смирно! Вот так Товарищ полковник, капитан Зубов, по-вашему... Ну что, Зубов, как пополнение? Нормально Работаем Думаю, не опозорят А как лейтенант? Осваивается Молодой еще, инициативный Подожди, а что у тебя с казармом? В смысле? Ну как-то я не пойму Вроде как больше стало Не знаю, по-моему Да нет, что-то не так Есть момент Так может, солнышко сегодня? Света много Ну, может быть Может быть Света много Я ведь что зашел-то? Колобков говорит, ему понравился Лейтенант Ну, думаю, загляну Может и туалет Сортир ваш преобразился-то Так Не понял Это что? А? Шматко! Здравия желает, товарищ Павлович Это что? Че? Это что? Китель? Да не это, вот это Че, туалет, шачу Да вот это что? А, вот это вот Ой, ё-моё Не, ну, слава богу Стартер разбился Пришлось снова покупать Я в город съездил Что за хохломат? Финский Я еще и своих доплачивал 67 рублей 25 копеек Так, старший прапорщик Ну-ка, выйди Есть Товарищ полковник Разрешите объяснить Значит так, капитан Чтобы сегодня же вечером Это произведение искусства Висело в штабе Так а... А себе из штаба повесите Есть, товарищ полковник Ну, хохлома Слушай, рядовой Вы здесь сегодня Ничего не делали? Делали, подшивались Я не про вас Я про казарму А, ну Убирали, проветривали К кровати переставляли Вот О, точно кровати А я думаю, что такое? Зачем вы их двигали? Ну, это чтобы витамин Д вырабатывался Когда лежишь у окна, то больше солнца на кожу попадает Да кто ж придумал? Чтоб солдат спал у окна Лейтенант Смольков А-а-а, Смольков Давай сюда Шевелите поршнями, а то лапу сосать будете До ужина полчаса осталось Слышь, туловище, ты че сел? Работай давай Сейчас пять минут Какие пять минут на? Слышь? Давай работать, солнце в зените Давайте, давайте, не тормози Слышь ты, гоблин Работать и таскать тяжести у тебя в крови должно быть Вы же от муравьев произошли Тебе че, мама с папой в детстве не объяснили, а? Конечно, как же они объяснят? У них, у насекомых, языка же нет Давай, че уставился? Мужики Там такое Молдаванин этот, как его, попозогло Сейчас так ходоков в дыню засветил Буреет молодежь А за что? Да тот на него наехал, как беласный запорожец Ну, там что-то про родителей его Так, а ну пошли Не, ну конкретно он ему засветил Прям одним ударом на вылет Опусти табуретку Опусти табуретку, я сказал Тебя на гражданке научились, что если разбить табуретку об голову старослужащего, то тебе ничего не будет, да? Ну, на гражданке так сказали Так вот запомни, что здесь такие вещи не проходят Ясно? Сука! Мочить его надо, ребята Тихо! Ты зачем удары старослужащего? Отвечай Он про моих родителей плохо говорил Что он сказал? Он сказал, что они насекомые Рот закрой Ну, сказать может кто угодно и что угодно Это не повод Душаром боковать У меня папа инженером был На заводе Ну, почему был-то? Он что, умер, что ли? Ну, в общем В общем, так Завтра заступаешь в наряд Еще раз такое повторится Будем разговаривать не по уставу Ясно? Это всех касается Разойдись Нам бы диты такое никогда не простили В упоре бы до утра умирали А вы ему даже Фанеру не выписали Добренькие все стали Сегодня один, а завтра другие начнут Не знаю, как вы А я ему еще такое устрою Душара вонючая Слышь ты Закрой свой рот поганый А то я сейчас закончу то, что попозор Начал Еще раз увижу тебя рядом салагами Мы тебе сами кукушку отобьем, понял? Вот так вот вы, да? Против своих Ну-ну Что ну-ну? Ты где своих нашел? Ты Породим человека Давай, вали отсюда Вызывали, товарищ капитан? Да Присаживайся Рассказывай Как тебе рота Как бойцы? Ну Даже не знаю Многое надо менять Со многим надо бороться С чем? Ну, например, с дедовщиной С безответственностью С распущенностью С какой дедовщиной? Нет, ну Вот Медведев Сегодня заставил рядового Лаврова Хоронить окурок Рыть огромную бессмысленную яму Ну, это Ну, Медведев, может быть, и погорячился Но в то же самое время он приучает Лаврова к чистоте и порядку А то, что сержанты в чипок пошли? Ну, это в свободное время имели право Ну, какое свободное время, когда личный состав Руководить надо? Надо наводить порядок в казармах Наводить порядок? Это кровати туда-сюда перетанут? Почему туда-сюда? Поближе к окнам? А надо поближе к уставу Нет, нет, вы не понимаете, товарищ капитан Я читал, что армия должна Это ты! Ни хрена не понимаешь! Товарищ лейтенант! Сядь! Начитал со своих учебников Армия! Реформа! Это в твоем училище! Реформу надо проводить Армия, она совсем не такая Как в твоих книжках написано Книжки Книжки это Книжки Товарищ лейтенант А здесь боевая воинская часть Здесь Служить надо Здравствуй, небо!